Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Совсем скоро, уже 4 октября этой осенью, будет произведено перезахоронение защитников Отечества, которые находились на территории Китая еще со времен Российской империи. И сегодня в гостях находится руководитель проекта «Историческая память при Амуре» Сергей Михайлович Орлов, который непосредственно этим вопросом занимался. Здравствуйте, Сергей Михайлович! Добрый день! Сергей Михайлович, действительно, этот процесс был непростой, достаточно продолжительный и связанный с международными процессами напрямую, потому что это все-таки отношения двух стран. Можете ли вы теперь уже, подытожив, потому что практически уже все свершилось, сказать, насколько это было легко или не очень? Ну, в данном случае у нас есть надежда, что это процесс, который только начался, потому что всего в войне с Японией 1904-1905 года, потому что речь идет об останках того времени, погибло только в сухопутных войсках более 38 тысяч военных случаев погибло, умерло от ран, умерло от болезни. Ну, то есть это такая первая ласточка. Да, и большая часть была захоронена на территории Китая, тогда на территории Маньчжурии. Они были переданы, в начале захоронения оказались в полосе часть их, где были японские войска. Потом, после окончания войны, были проводились работы, были осмотровые комиссии, которые определились, где находятся останки, начиная с 1909, 1910, 11-12 годы, работала специальная комиссия генерала Майора Донором Рамова, которая была направлена туда императором, и была создана такая комиссия по уикаричной памяти русских воинов, упавших на войне 1904-1905 года. Было сделано очень много по упорядоченному перезахоронению, перезахоронению. Всего осталось, там, после этих работ осталось 17 мемориалов, на которых были захоронены русские войны. Там было очень много сделано, построено церкви, построены памятники, многие из которых действительно являлись, является произведением искусства. То есть театром. Потом, после событий революции в России, происходящей, вопросы бездательства, долгое время занималась русская православная церковь. До оккупации этой территории японскими войсками в 1931 году, и потом в 1938 году, полная оккупация в Манжуре, занимались этими кладбищем, пытались проводить работы. И мы, собственно, с их, от той информации, которую они давали, мы, собственно, начинали, и все вместе начинали поисковую работу. Сергей Михайлович, ну сейчас уже вот эти тела, да, останки советских, российских воинов, они, собственно, переправлены сюда, на морскую землю. Потом, да, тут нам будем сказать, что вот в этом случае китайский... Это кладбище в Годзядань, тогда называлось русское воинское братское кладбище при станции Годзядань. Оно, по нашим сведениям, формировалось в течение 1905 года. Это в основном умершие от ран и умершие от болезней, потому что санитарные поездами доставлялись, умирали в госпиталях, которые там находились. Это так называемый последний Сыпинский период войны 1904-1905 года. Всего на этом кладбище до конца 1910 года было перезахоронено 308 человек. Потом оно, к сожалению, было разрушено. Потом на месте кладбища, к сожалению, в 60-е годы был построен кинотеатр. При уже сносе от кинотеатра частные лица, которые принадлежали этой территории и принадлежат сейчас, они обнаружили эти останки. И поняв, что останки, вероятнее всего, это русские, они обратились в посольство Российской Федерации. И вот с 1912 года идет, собственно, вот эта общая работа, которая на сегодняшний день идет в завершение. Но это, я так понимаю, тоже уникальный случай, когда вот так частные лица нашли, обратились. Не всегда так бывает все-таки. Уже не уникальный по отношению Китая, но и как для китайской стороны, собственно, со стороны правительства Китайской Народной Республики сомнений о том, что нужно перезахоронить и выполнить гуманитарную миссию, вне зависимости от отношения к той войне, не было. Китайская сторона предложила вывезти останки на территорию Российской Федерации. Здесь вот подключилась администрация города Благовещенск. Там мэром города Благовещенск был Козлов Александр Александрович. Он тогда согласился и предложил перезахоронить останки в городе Благовещенске. Принято решение на уровне Министерства обороны, Министерства иностранных дел, все мероприятия. Вот 30 мая останки были перевезены сюда, в город Благовещенск. С транспортировкой были какие-то проблемы или же нет? Нет, ну, было первый раз, поэтому согласовывали, да, согласовывали в рамках действующих законодательств, согласовывали и с китайской стороной, был соответствующий осмотр этих останков, упаковка останков, присутствие представителей всех санитарной службы, службы таможенной службы Китайской Народной Республики, были представители нашего генерального консульства, то есть все это было упаковано, соответствующего запечатано, перевезено по территории Китайской Народной Республики, прошло таможенные осмотры как на территории Китайской Народной Республики, как и на территории нашей Российской Федерации. Оно было встречено торжественно военнослужащими воинского гарнизона, сейчас останки находятся на хранении и ведется их экспертиза. Ну мы говорим о том, что это не менее 68 человек, почему вот так говорим, не менее 68? Ну потому что часть останков это то, что сформированные, можно сказать, что это сформированный скелет, то есть есть все части тела, а часть останков, повторяю, там же были стройки, часть останков это отдельные кости, по которым эксперты уже ведет, и мы думаем, что по окончании экспертизы получим точно данное количество. Пока мы знаем, что среди вот этих людей, пересловно, что все эти люди это европеоиды, то есть европейского происхождения, что подавляет большинство из них мужчины и одна женщина. И вероятнее всего, что это какая-то из служащих одного из госпиталей Красного Креста, которых было множество на той войне. Сергей Михайлович, вот пока раскрою сейчас секрет фактически нашим зрителям, пока готовились к эфиру, вы мне так зачитали некоторые истории, некоторых, кого удалось опознать, то есть там работу ведется, она, я так понимаю, она еще продолжается, да? Мы сейчас, к сожалению, не можем опознать, потому что слишком мало материал для опознавания, но зато мы можем собрать сведения всех тех, кто был захоронен и перезахоронен на Клапшио, все 308. Сейчас у нас в таком, когда мы знаем максимально полные сведения про людей, мы знаем о 45. Это и солдаты, рядовые, это офицеры, на сегодняшний день мы полные сведения имеем в отношении 5 офицеров и 40 нижних чинов. То есть там за ними история, происхождение, где родился, наличие боевых наград и прочее. То есть это сама по себе. Задача будет нам собрать сведения на 308 человек, и мы тогда, когда будет завершен мемориал на их захоронение, чтобы все имена всех, кто был захоронен раньше в Газидане, было место их увекающей памяти и место, куда можно прийти и помнить про них. Причем это представители, повторяю, разных территорий. Я просто территориально скажу. Это представители Лодзинского, Варшавского, Варшавских губерний, это сегодня Польша. Это представители Бессарабской губернии, это сегодня Молдавия, да. Это представители губерний, которые сегодня в состав входят Украины. Это представители Истальянской губернии, это сегодня Финляндия. Вот это представители, вот мы сейчас даже из этого списка, это представители 13 территорий. Петербургская губерния, Рязанская губерния, есть представители Дальнего Востока, два человека мы точно знаем, это из Уссурийского казачьего войска. Сергей Михайлович, где место будет? Где будет само представление? Сергей Михайлович, где место это кладбище действует на 17-м километре, решением мэрии города мэра выбран участок на въезде в это кладбище, где будет сформирован такой военно-мемориальный почетный участок на 72 сохранения, из которых 5 будут использованы под захоронение этих военнослужащих. И теперь мы, когда будем находить или находиться останки защитников Отечества, у нас есть, будет такое красивое почетное место, на которое мы можем их захоронить. Сергей Михайлович, спасибо большое, что пришли к нам в студию, всегда рады вас видеть. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня в гостях был Сергей Михайлович Орлов, руководитель проекта «Историческая память Преамурия». Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи. Продолжение следует...